Сама система распределения этих средств содержит внутри себя колоссальную, чудовищную коррупционную составляющую. Портились отношения с местным главой или главе, что-то от тебя надо, он тебя тут же, значит, засудит и найдет необработанный гектар и на этом основании отберет эти деньги, да еще и подвергнет какой-то отъезд. Урожая прошлого года, они вдвое, на самом деле, не соответствуют действительности. Что 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна республика не собрала, потому что это тема его папы. Который много-много лет работает в области производства сахара. Это сахарный завод в Раевке. После этого посмотрим, какое решение будет принято Хабировым. Если мы убедительно и отчетливо доказываем, что это бесхозяйственность, безграмотность, это где-то граничит, может быть, уже с какими-то преступлениями, и Хабиров на это не будет реагировать, значит, мы делаем вывод, что его вполне устраивает такая картина. В рамках уже ставшего традиционным сельского часа на нашем канале, сегодня мы, наверное, поговорим о субсидиях и субвенциях, которые есть в системе вообще сельского хозяйства Российской Федерации, естественно, касаются Башкирии. Тема эта оказалась гигантской. Честно говоря, я не ожидал, что это настолько сложно и объемно, потому, наверное, это не будет одна передача на эту тему. И сегодня мы поговорим про теоретические, в общем-то, основы этого вопроса. Хотелось бы, прежде чем переходить к господам, захватившим управление Министерством сельского хозяйства в Башкирии, сначала остановиться на тех моментах и тех механизмах, которые действуют в этой сфере. Субсидии. Государство российское субсидирует сельское хозяйство, как и многие другие государства, и вот как оно это делает. По очень многим статьям деятельности в сельском хозяйстве выделяются определенные суммы денег, которые должны компенсировать сельхозтоваропроизводителям те затраты, которые они несут в процессе производства сельхозпродукции. В первую очередь, это, конечно, субсидии так называемые погектарные. То есть, переходя на простой понятный язык, выглядит это следующим образом. Если вы обрабатываете гектар земли, то государство вам выплачивает каждый год определенную сумму за то, что вы это делаете. Тысячи гектаров, за каждый гектар тысячу раз дадут денежку. Сто тысяч гектаров и так далее, и так далее. Что нужно сделать крестьянину, фермеру или сельскому предприятию для того, чтобы получить эту субсидию? Нужно, во-первых, заявить об этом, во-вторых, подать необходимые отчетные документы в систему Министерства сельского хозяйства. Документы эти должны пройти некую экспертизу. После этого выделяются деньги через Минфин. Они сначала из федерального центра приходят в республику, потом в Министерство сельского хозяйства распределяют эти деньги. За что даются субсидии? Субсидии даются по очень большому количеству процессов. Это упоминаемые уже погектарные субсидии, это субсидии на крупно-рогатый скот, это молочные субсидии, это субсидии на удобрения, даже на всевозможные процессы, связанные с размножением животных. То есть на покупку племенного скота, на строительство дополнительных сооружений, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Я имею в виду фермы, боксы какие-то, хранилища и так далее. Все это субсидируется государством. Сотни миллионов рублей ежегодно проходят из федерального центра, попадают в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан и потом распределяются между сельхоз и товаропроизводителями. Но механизм получения этих денег, механизм контроля за расходами этих денег выглядит как минимум странно. И вот как это происходит. Во всех районах, где существует сельское хозяйство, а оно существует во всех районах Республики Башкортостан, существует в администрации отдел сельского хозяйства, который занимается непосредственно учетом тех производителей сельхозпродукции, которые находятся на веренной им территории. Они собирают, обобщают эту информацию, передают в Министерство сельского хозяйства, Министерство сельского хозяйства обобщает это все по республике, передает в Российскую Федерацию и так далее, и так далее. Потом Российская Федерация определяет ту сумму субсидий, которая всего может выделить на всю страну, и потом какая-то часть этих денег достается Башкирии. Вроде бы выглядит все логично. Но, как выяснилось, не существует эффективной и вообще действующей системы контроля за теми цифрами, данными и объемами, которые декларируются в качестве объекта этих субсидий. Если предприятие говорит, что у него там 10 тысяч гектаров обрабатываемой земли, это все вносится в документы и передается дальше по инстанциям. То есть, действительно ли предприятие обрабатывает 10 тысяч квадратных гектаров или квадратных километров и так далее земли? Действительно ли в этом году это было обработано или в прошлом году? Установить достоверно нельзя. То же самое касается поголовья скота, надоев молока и так далее, и так далее. То есть, сама система распределения этих средств содержит внутри себя колоссальную, чудовищную коррупционную составляющую. При желании ей можно пользоваться исключительно в собственных корыстных интересах. И на самом деле это и происходит в республике. Сама система ставит в абсолютную зависимость фермера от сначала администрации района, а потом от Министерства сельского хозяйства. Сам факт декларирования того объема каких-то сельскохозяйственных процессов, гектаров, голов скота, литров молока, сам этот факт еще ни о чем не говорит. При желании, если вдруг, не дай бог, фермер поругался или находится в каких-то сложных отношениях с местной администрацией, администрация в Баранье-Роково свернет на раз-два. Потому что, когда он приходит и говорит, я обрабатываю тысячу гектар, и на самом деле это так, в администрации района ему говорят, слушай, что-то у нас статистика не сходится, в прошлом году-то у нас по району было больше, давай-ка ты добавь-ка себе процентов 20 этой земли. Ничего страшного, мы все нормально там запишем и так далее. Победные цифры передаются в Минсельхоз. Минсельхоз, в свою очередь, отчитывается, что у нас на дое-удое растут рожь колосица, и дальше идет все это по инстанциям. Потом в ответ приходят деньги, распределяются. Все прекрасно понимают, что часть этих денег получена неправильно. И вот это слабое звено. Насколько мне известно, и насколько мне сейчас без конца звонят из десятков районов республики Башкортостан, все эти процессы чудовищным образом коррумпированы. В некоторых районах откат за эти субсидии доходит до 50%. Более того, в последнее время многие фермеры, многие хозяйства отказываются от субсидий. Отказываются не потому, что им не нужны деньги. Деньги ему не нужны очень сильно, и развивать производство нужно. Но они понимают, с какими рисками, с какими проблемами связано выделение этих денег. Без конца прокуратура наезжает, контролирует каждый шаг. Более того, не дай бог испортились отношения с местным главой или главе, что-то от тебя надо, он тебя тут же, значит, засудит и найдет необработанный гектар, и на этом основании отберет эти деньги, да еще и подвергнет какой-то ответственности. И так далее, и так далее. Эти процессы уже дошли до края, и многие фермеры, многие товаропроизводители на сельском хозяйстве отказываются от этих субсидий. Не так давно в одном из районов республики на совещании, посвященном как раз вот этим выделением субсидий, один из фермеров встал и сказал, я отказываюсь, я не буду получать субсидии. На него администрация выторщила глаза, он сказал, вы с меня 50% обратно берете, а потом меня прокуратура в бараний рог скручивает еще за эти деньги, да пошли вы и так далее. Действительно, это принимает достаточно массовый характер. Предприятия отказываются от получения этих субсидий только потому, что они понимают, с какими рисками связаны все эти процессы. Субсидируется ведь не только по гектарно и поголовно и по литрам молока. Государство субсидирует еще и некие параметры. Оказывается, ну тут уже это, конечно, местное творчество, если надои молока, например, стали снижаться, то тогда субсидии получить не получится. Мы все время должны отчитываться о росте. Это вот основная концепция министра Фазрахманова, он должен постоянно показывать рост. Этот рост уже дошел до абсурда. Люди, проработавшие много десятков лет в сельском хозяйстве, на прошедшей неделе общался и с Союзом товаропроизводителей сельского хозяйства Республики Башкортостан, и с отдельными хозяевами, крупными фермерами, средними фермерами. Они все смеются, они говорят, а ты знаешь, что показанные урожаи прошлого года, они вдвое, на самом деле, не соответствуют действительности. Что 3 миллиона 200 тысяч тонн зерна Республика не собрала. Но, однако, в отчетности Минсельхоза у нас все эти победные реляции числятся. Кроме того, надо отметить, что субсидии и субвенции, выделяемые из денег Российской Федерации и федеральных ресурсов, не до конца распределяются Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан. Уже несколько лет подряд суммы, которые выделяет Россия в помощь башкирскому сельскому хозяйству, не в полной мере распределяются между производителями сельскохозяйственной продукции в Башкирии. Это вопиющий факт. На фоне нехваток денег, ресурсов, возможностей и прочих вещей, не воспользоваться деньгами, которые дают федералы, это как минимум халатность, а как максимум преступление. Так вот, почему же Министерство сельского хозяйства не справляется с функцией распределения этих средств? А вот почему. Потому что именно Фазрахманов и его компания, в частности, первый зам, который работает непосредственно в теме именно субсидий и субвенций, господин Нуре Ахметов, 11 лет уже работающий на этом посту и собаку съевший несколько раз в вопросах субсидий, именно эти граждане создали некую систему препятствия получения этих субсидий, заложили массу подводных камней в оформлении документов, и очень часто фермеры и честные добросовестные товаропроизводители, которые хотят получить субсидию, эту субсидию получить не могут. Задолженности перед налоговой инспекцией в 1 рубль достаточно для того, чтобы человеку отказали в этой субсидии. А мы знаем, что зачастую налоговая совершает некие перерасчеты, они чисто технического характера, но человек заплатил все налоги до копейки, но у него выскакивает минус 1-3 рубля. Я не преувеличиваю. В прошлом году массовый характер отказа в получении субсидий в Министерстве сельского хозяйства был связан именно с задолженностью перед налоговыми органами в сумме 1, 2, 4, 6 рублей. Много отказов. Это, конечно, крайний формализм и абсолютное злодейство, которое господин Нурри Ахметов и Фазрахманов практикуют в области выдачи этих субсидий и субвенций. Зато дружественные компании и крупные сельскохозяйственные холдинги получают эти субсидии без проблем в должном объеме и даже больше, чем необходимо. Особое внимание господин Фазрахманов уделяет производству сахарной свеклы. И люди, знающие, наверное, поймут, почему. Эта тема для него вообще не чужая, потому что это тема его папы, который много-много лет работает в области производства сахара. Это сахарный завод в Раевке и связанные с ним всякие истории. В следующих выпусках, досконально разобравшись в этой истории, вот отдельным блоком, конечно, будет именно вопрос вот этой сахарной мафии. Мы, к сожалению, еще не успели собрать полную картину происходящего в этой области. Обязательно это сделаем. И в следующем выпуске мы поговорим именно о сахарной мафии, о тех субсидиях, которые получает папа Фазрахманова в области производства сахарной свеклы, в области производства сахара, как формируется вот эта сверхприбыль на производстве сахара в Башкортостане. Обязательно поговорим. Учитывая то, что на прошедшей неделе мне несколько раз уже поступили угрозы о том, что они засудят меня за клевету, я, конечно, приложу все усилия к тому, чтобы не допустить этого. И все, что я буду говорить, будет стопроцентно доказанными фактами. Мы соберем документы, соберем данные и представим их на суд общественности. Отвечая на вопрос, который уже прозвучал в сети, в письменной и устной форме, зачем все это нужно, я объясняю, зачем. Конкретно Министерство сельского хозяйства взято для примера, для того, чтобы показать ту степень проблем, которые существуют в этой конкретной области. Показать это, например, Хабирову, чтобы Хабиров дал четкую оценку происходящему в этом министерстве. Мы постараемся самым достоверным способом описать ситуацию в этом конкретном министерстве. После этого посмотрим, какое решение будет принято Хабировым. Если мы убедительно и отчетливо доказываем, что это бесхозяйственность, безграмотность, это где-то граничит, может быть, уже с какими-то преступлениями, и Хабиров на это не будет реагировать, значит, мы делаем вывод, что его вполне устраивает такая картина. Если он будет реагировать, если он будет дальше развивать, мы не следственные органы, мы даже не органы государственной власти, у нас нет полномочий, например, сделать какие-то запросы в министерстве сельского хозяйства, еще что-то, а у Хабирова есть. Возможно, он заинтересуется этой историей и продолжит эту вещь. Также в следующих выпусках мы поговорим о том, что натворил господин Фазрахманов в районе в Довлекановском, в котором он был полтора года главой, такой некий старт для роста в его карьере. Очень много звонков из Довлеканова. Совершенно чудовищные истории про земли вокруг этого замечательного озера, про поевые земли, которые отбирались и отбираются в пользу каких-то там, значит, непонятных, смутных организаций. Про долевое строительство, кстати, там тоже все не здорово. В общем, конечно, шлейф, который принес с собой Фазрахманов из Довлекановского района, он такой, прямо скажем, смердящий. А еще очень интересно, кого он оставил там вместо себя. Вот эти кадры – это просто чудо. То есть нынешний глава Довлеканова, которого он оставил за собой, там, его первый зам, это такие персонажи. Ну, сейчас вот буквально уточняем некоторые моменты и в следующий раз об этом расскажем. В общем, конечно, тема Министерства сельского хозяйства удивительно актуальная. Она перекрывает, не в обиду будет сказано, господину Хабирову по интересу, вот на нашем канале, по крайней мере, интерес к Министерству сельского хозяйства выше, чем непосредственно Хабирову. Количество звонков, писем колоссальное. Я очень прошу, если есть что-то сказать, конечно, звоните, телефон мы показываем, но если есть длинные истории, очень трудно их воспринимать на слух, мы указываем адрес почты, пожалуйста, пишите, то есть прилагайте документы, рассказывайте, описывайте. Мы соблюдаем конфиденциальности, по возможности не упоминаем, если особенно об этом просят наши источники, мы не упоминаем ни фамилий, ни адресов, ни места жительства даже населенных пунктов. Ну, например, вот на прошлой неделе мне звонил один достаточно высокопоставленный представитель силовой структуры районной, который сказал, приезжайте, мы вам дадим документы по району, по деятельности Фазрахманова, то есть там как бы у нас очень много что есть. Также и сотрудники администрации районных звонят, просят, правда, не упоминать, но рассказывают истории, которые связаны с Министерством сельского хозяйства. В общем, фактура растет, папка распухает, мы не останавливаемся и будем продолжать эту тему до тех пор, пока мы не внесем в нее полную ясность. Редактор субтитров А.Семкин